Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко ВИВАТ ИСТОРИЯ Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого Судьбы людей и империй Великие достижения и потрясения От древних времен до современности ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа предназначена для лиц старше 16 лет В эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ из Санкт-Петербурга В студии Сергей Виватенко, историк петербургский, автор ведущей программы Сергей, добрый день Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья В роли задающей вопросы я Александра Хромашова Я объявляю тему сегодняшней программы Это восточная европейская равнина и ее обитатели Мы поговорим сегодня о восточных славянах, их соседях О том, как они жили Каким был их быт, во что верили Верили, что это будет такой период времени затронут, как 2-9 века Россия догосударственная, Русь догосударственная, да? Да, но с другой стороны, я помню, как ты говорил, что более-менее внятная летопись появилась только в 9 веке А все, что было до этого, это, к сожалению, не факты, а лишь домы Да, Саша, я с тобой полностью согласен, дорогие друзья Но смотри, Саша, мы делаем разные передачи, например, по индустриализации Индустриализация – это 11 лет, там, Октябрьская революция – это 1 год Действительно, мы можем с вами честно говорить час, ну, конечно, можно и больше, да? Потому что мы опираемся на документы какие-то, понимаем что-то Здесь же мы с вами берем полтысячелетия, почему? Или даже больше, да? Почему? Потому что мало фактов, мало документов, здесь в основном теория какая-то, чем настоящая Как было на самом деле, мы уже не можем проверить, есть догадки, есть гениальные гипотезы гениальных учёных-историков, да? Но вот мы попытаемся всё-таки о чём-то поговорить А археология нам здесь не помощник? Помощник, и археология помощник, и нумизматика помощник, и другие подисторические науки Субисторические науки, так называемые Конечно, разные там былины, сказания Это тоже является, Саша, источником, но субъективным Здесь главное посмотреть С другой стороны, Саша, скажем честно, что вот, например, академик Лихачёв Наша совесть нашей нации, последний интеллигент, наверное, российский, да? Такой вот, которому хочется руку пожать, да? А вот Дмитрий Сергеевич занимался как раз летописями Как филолог занимался сказаниями, там, былинами и так далее, и тому подобное Так вот, школа академика Лихачёва, и лично он сам доказали Что в провести временных лет и прочее Очень много вставок в текст, которые были вписаны через 100, 200, 300 лет Саша, как это, наверное, можно узнать? Ну, так вот, примерно Узнать, что были какие-то вставки? Ну, ты сам говорил, что историю пишут победители А, нет, ну, потом, да? Нет, Саша, ну, смотри, например, разный почерк Скажем так, по-разному писали предложения на разных вещах Можно же установить при помощи разных химических вещей, да? Когда убили то животное, из которого сделан пергамент, например, да? Или там, на чём они там ещё писали Всё это вот было скомпоновано, проанализировано И поэтому говорить о том, что вот весь, вся летопись Она вот изначально того времени нельзя Хотя она тоже субъективная Потому что это всё-таки не как у казахов Завидуем, да? Как там? О чём поёшь, да? Что вижу, о том и пою, да? Здесь же кто руководит, под того пою Поэтому здесь как бы очень много субъективного и разного Поэтому историки не очень доверяют многим летописям и другим вещам Ну что ж, тогда давай к нашим братьям-славянам Откуда они взялись? Естественно, Восточная Европейская равнина является очагом С одной стороны, нашей государственности, России современной Вот, и второй, нашей нации, нашего народа, русского народа Но если мы говорим, знаете, как в мультике «Лунтик я родился» С историей трудно такие вещи, да? Всё-таки, наверное, что если что-то происходит Есть какие-то события, да? Есть какие-то предпосылки Ну и давайте рассмотрим сегодня в рамках времени, которое нам дано на эту передачу Что происходило в это время, пока не было Руси, не было нашей государственности И не было русского народа Ну, наверное, понимаете, Саша, что с первобытного общинного строя здесь жили люди Единственная специфика, конечно, человек разумный появился здесь позже, чем, скажем так, в Южной Европе или в Африке Понятно, что историки-антропологи считают, по-разному считают, да? Но очагами появления человека – это, я не знаю, там, долина Алдуэй в Танзании, там, озеро Рудольфа в Кении – это рядом, да? То есть, Рудольф Лики – такой прекрасный археолог, антрополог, да, англичанин, который вот нашёл Алдуэйского человека Также сейчас, к сожалению или к счастью, археологи находят другие находки в других местах И поэтому, когда появился человек, и где спорно? Есть синантропа, например, да? В Индонезии что-то появилось, типа пятикантропа, там, или каких-то ещё вещей В общем, так или иначе, у нас была передача про неандертальцы, Саша, вы тоже помните про это Немый очаг появления человечества, да, не восточноевропейская равнина Здесь была проблема, Саша, какая? Климат, наверное Ледник, Саша, абсолютно верно, да Как вы знаете, были похолодания, и ледник был до Берлина Поэтому пока он таял, и эти территории начинали потихонечку обживаться И вот человек, охотники, собиратели, рыболовы, в основном первые рыболовы и охотники Уходили всё дальше, дальше, дальше и так далее Так или иначе, так или иначе, первые вообще племена, у которых там свой язык Хоть какая-то культура археологи говорят, что оно здесь появляется на восточноевропейской равнине Вот в наших землях, там, где сейчас Петербург, там, Вологда, Москва и прочее Где-то тысяча лет до нашей эры То есть, конечно, люди были и раньше Но вот мы точно можем сказать, что здесь уже появляются какие-то племена Чем, Саша, племя отличается от народа? Как вы думаете? Ну, наверное, количеством Племя – это люди, проживающие одной национальности Проживающие на одной территории Совместно занимающимся сельским хозяйством Потому что одному не прожить в России, извините, да И второе – обороны Так вот, первые племена появляются здесь, в первую очередь, это финно-угры Саша, по названию финно-угры мы можем сделать вывод, какие сейчас нации проживают на территории Европы, которые были из этих народов государственной нации Финны, эстонцы и многие другие Угры кто такие? Венгры Венгры, да Вот три народа уральской семьи, уральской группы, которые организовываются государственными Кроме этого, марийцы, мордва, и та, и другая, да Часть чувашей, я не знаю, там, коми, карелы и много других уважаемых и умных и интересных национальностей Удмурта, например Знаете, что когда был Третий рейх, который хотел быть тысячелетним, да, то там главный пропагандист, пропагандист Геббельс и главный работник по национальности Розенберг Они разработали там идею истинного арийца, да, ну, я утрирую немножко, да, что там череп должен быть определённый, да, и, конечно, доминанты – это голубые глаза и блондинистость, да, немецкие бестии, да, истинные арийцы Так вот, просто интересно уж мы начали говорить, у немцев доминанта, блондининость, извините за такое слово, и голубоглазость – это 12-13%, все остальные… Ну, если достаточно на самого Гитлера посмотреть Ну, все остальные тоже Сам противоречит этой теории Гитлер был Розенберг, такой блондин, да, который подходил, но он сам из России, его просто, да, он пытался сунуться во время Первой мировой войны учиться в наш Петербургский Петроградский университет, ну, ему сказали, нет, дорогой товарищ, ты немец, потом приходи, иди, типа, на фронт, там повоюй, покажи, что ты… Он обиделся, уехал в Германию Вот, кстати, таких там было много, особенно тех, кто по национальному вопросу Ну, Гитлер собирал тех, кто знает русский язык, понимает русские повадки, чтобы их победить или потом ими руководить, да, но это другой вопрос, мы о нем с вами поговорим в других передачах Так или иначе, блондинец 13%, а самая большая 27-30% это у белорусов и у дмуртов, про финноугров, да, как видим, да, номинантность тут играет такая спорная роль Так или иначе, финноугры, наверное, самый главный и первый народ, который сюда пришёл, имеются племена Какие племена мы помним по истории, по летописям или по сказаниям, какие и прочее, прочее Наверное, самый известный, Саша, это Чудь По названию, где они жили, Саша? Ну, где-то здесь у нас, на Петербургских болотах Ну, нет Или чуть севернее Нет, их отсюда гнали Чудь заволоченная там была Белоглазая Северная, это была, скажем так, Чудь заволоченная, это Архангельская область, нынешняя Вологда На самом деле Чудское озеро, ну, по названию, Саша, да Какая ещё станция железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом? Чудово, Саша, чудово Вот, это название Значит, слово чудо в русском языке произошло от этих товарищей Почему? Потому что у нас считались они колдунами, ведьмами и так далее, тому подобное Если мы почитаем Коливалу, да, там столько на процент финно-карельского населения колдунов и прочее, да, это понятно Если мы возьмём Снежную королеву, то там тоже выражил именно финка Лапланка, финка и лапланка, они, да Да, они такие были Саша, возьмём ближе Руслан и Людмила Помните, герой «Я не люблю тебя» финка была плохой ведьмой, да? А финн был хороший, он помогал То есть, ну, колдуны могут быть белые, чёрные Ещё раз, я в этом не разбираюсь, дорогие товарищи Вот финн и финка, да, всегда считалось, да, поэтому чудеса делают От этого слова чудеса произошло, произошло, скажем так, это слово произошло в русском языке Ну, чудов монастырь Ну, чудов монастырь, потому что произошло чудо Это фильм Орда, по-моему, да Где-то вот русский святой Алексий, да, излечил слепую, там, Тойдулу, да, Ханшу Очень хороший фильм, так или иначе, да, чуть, абсолютно верно А кто ещё? Ну, Меря, например Меря, от них у нас остался район Мещера такая, который Паустовский описал очень красиво Центр у них был Ростов-Великий, вот это место, граница Ярославской И Московской области, там на Плещеевом озере и озере Неро Это тоже не наше название, да У них там есть такой голубой камень, святой, которым они там делали какие-то, значит, это самые подарки богам Различным богам и прочее, прочее, прочее Большое влияние финно-угры, в том числе и Меря, оказали на наш русский язык Например, если мы посмотрим, как у других славян произносятся, да, в родительном падеже У всех буква У или Ю, да, а у нас славяне бы сказали «много народу», да, а у нас говорит иногда «много народа» Буква А – это финно-угорская Или, например, «принести чаю», да, а у нас, слушай, «принести чая» Ну, понятно, да, это вот, это не по, как бы считается вроде не по-русски, да, это действительно не по-русски, это осталось от финно-угрова от этого произведения Слушай, я вот этого не знала, получается, очень любопытный факт Вот, да, Мурома Мурома – это тоже племя, вокруг какого города? Мурома Прекрасно, хорошо, что не Муромск сказала Муромск – это в то время было далеко и мало обжитое место Да, Мурома, поэтому Илья Муромец, он, возможно, финно-угор Почему? Потому что, как о нём говорится в нашей былинии, да, из того ли города из Мурома, из того ли села из Карачарова То есть он сам из Карачарова, да, но в то же время говорит, что у него кличка Муромец То есть Муромец может быть и национальность, ну, понятно, из Мурома, да И многие другие, там, финно-угорский, там, Голить, например, она в районе Орла жила А Москва, топонимика – это не русское, финно-угорское Слово «ма» в финских языках, финно-угорских означает «вода, река» Ну, Клязьма, там, Мокша и многие другие, там, можно вспомнить другие, там, которые «нома» начинается или «нома» заканчивается Москва, да, Москва – это тоже финно-угорская Ну, русские историки-патриоты, я бы взял так в кавычках немножко, да, никого не хочу обвинить Или, да, говорят, что это славянское название, потому что в районе Лужников было много лягушек Поэтому «ква» Поэтому «ква» Вот, я думаю, что всё-таки здесь, скажем так, вот такой вот патриотизм не нужен Давайте всё-таки реально, что тут плохого, что финно-угорское Мы, Саша, я тебе скажу жуткую вещь, мы с вами живём в городе, который назван по-голландски И ничего, вроде нормально живём, Санкт-Петербург, это же по-голландски город Святого Петра Вот, да, почему-то нет таких людей, которые, да, скажем, ну, Петроград хотели переименовать, да, в своё время Но это не прижилось, да, это не прижилось Ещё раз, очень много различных финно-угорских названий В нашем городе, если мы говорим про речки на Мо, Мойка Понимаете, да? Да Да, ну и многие другие Поэтому действительно большое влияние Итак, финно-угорского было много, они были разные Чем занимались? В основном охотой, рыболовством Иногда есть какие-то очаги подсечного земледелия Подсечный, Саша, это когда часть земли с лесом подсекали, то есть поджигали, да И на том месте, освобождая от всего, что там было, да, на пепле, да, несколько лет существовали На удовренной земле Да, 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 но это быстро, скажем так, заканчивалось, быстро скудело, потому что пара тогда ещё не придумали Пара – это часть сельскохозяйственных земель, которая отдыхает, да И поэтому они всё дальше-дальше уходили, да, и леса у нас становилось всё меньше и меньше Кроме финно-угорских племён, а здесь было много ещё тюркских Тюркские племена, ну, мы всех слышали о них, да, потому что если с финно-уграми у нас, у древних славян Были достаточно, скажем так, отношения не такие, что там жуткие войны, да, С тюркскими народами у нас были достаточно жёсткие столкновения в тот период Потому что тюрки в основном кочевники Кочевники – это печенеги, это половцы Некоторые историки говорят, что у хазар, настоящих хазар, тоже тюркские слова Доказать это невозможно, потому что хазары стали иудеями в своё время И их элита писала по-еврейски и как бы разговаривала по-еврейски, да, и поэтому понять, что простые люди как говорили, достаточно сложно Ну, вроде бы тюрки, да, торки ещё, такое название Они жили на излучине Днепра, южнее Киева, ну и погибли во время татаро-монгольского ига Ну и, конечно, волжские булгары Волжские булгары, у них происхождение тоже интересное Считается, что вот бактрия – это вот так, то есть однокоренное слово, да, со словом булгары Они пришли на Волгу, потом часть пришла за Дунай, да, и современная Болгария получила название Тоже интересно, что болгары – они славяне по языку, да, но, в принципе, в принципе, большое влияние на них оказались различные тюркские народы От тех же самых булгар, да, до, там, хана Курбата, там, я не знаю, там, Крума, там, Аспаруха И заканчивая уже, конечно, турками-османами То есть вот такое влияние, название осталось, да Ну вот, про Родину, не то, что у них про Родину, у них много там, но какой-то шаг был сделан с середины, со Средней Волги туда Да, кто ещё здесь жил? Кто ещё здесь жил? Балтийские племена, Саша Лат, элиты Да, лат, элиты, как старые деньги у них Сейчас у них евро, да, но они так назывались Да, действительно, три прибалтийские страны, из них две балтийские, балтийские группы языков, а эстонцы, как вы правильно сказали, это население финно-угорское Да, ну, пруссы ещё, наверное Некоторые историки говорят, что пруссы – славяне Никаких доказательств этому нет Прусы и русы, единственное доказательство Тогда и труски тоже русские Да, не будем уподобляться некоторым псевдоучёным на Украине и не выдумывать разную ерунду про свою историю Думаю, что всё-таки пруссы – балтийская группа языков, так или иначе Ну, там уже Акштейты, Жеманты, Латгальцы, Курши и многие другие, каких там только не было Топонимика латышская, балтийская, есть ли какая-то? Если мы говорим про наш город, Саша, чтобы было понятно Это Лиговка, Лигово, тебе оно должно быть близко Ну да Да, по территориально, во всяком случае Лига есть такой же населённый пункт, если мы едем по Киевскому шоссе И многое другие Ещё раз, здесь это не значит, что в этом месте жили только финно-угры, а в этом тюрки, а в этом литовцы Ну, в чём-то было Но где-то они перемешивались, это нормально Почему? Население было маленькое, территория была громадная Сейчас, извините, в России есть такие земли, где кричи, не накричишься несколько километров Тогда этого было больше Ну и переходим к славянам Но если мы говорим про славян, то, наверное, сказать надо, что мы сейчас с вами говорили про территорию Восточноевропейской равнины В центре, Востоке и немножко на западе этого региона Саша, давай напомни мне, Восточноевропейская равнина – это где вообще находится? Мы же не сказали нашим радиослушателям А запад, то, как я понимаю, это где-то захватывает территорию Польши, наверное, да? Карпаты Карпаты, да? Карпаты граница, ну так вот примерно Потом с Востока у Уральские горы, да? Ну, наверное То есть север там понятно всё, и юг Юг – Чёрное море Чёрное море, да, вот эта территория То есть входит туда сейчас государство, ну центральная часть России, прибалтийские государства, Белоруссия, Украина Болгария? Нет, нет, Болгарии уже нет Давайте так, Молдавия, ну это так спорно Скажем так, Приднестровье, наверное, может быть А всё остальное Ещё раз, ну вот были такие приграничные непонятные Да, вот это Восточноевропейская равнина Пусть географы решают, где находится Восточноевропейская равнина Сегодня же географы считают, что в Восточноевропейскую равнину входит ещё часть Казахстана по реке Урал Ну Урал как бы является такой границей между Западом Азии и Европой, Западом и Востоком Да, вот яицкие казаки и прочее, вот эта вот территория, не могу сказать, как это чётко по-казахски В наше время это назывались Уральский, Уральская область Казахстана и Гурьевская область Казахстана Сейчас она называется немножко по-другому, с местным диалектом, скажем так Хорошо, итак, на юге в степи население всё время менялось, да? Почему, Саша, меняется на юге население, а вот в центральных районах или восточных населения Меньше меняется? Ну, кочевникам и положено меняться, наверное А, тут по волнам, по морям по волнам, нынче здесь, завтра там Потом, наверное, много воевали А почему именно на юге больше воюют, Саша? Оборонялись от кого-то там Ну, ещё раз, а почему там всё время войны, а не где-то там в Пермском крае, что там войны были какие-то, всё время ходили туда-сюда Ну, там нападали, конечно, на Чердынь там несколько раз, но не более того, Саша, потому что история войн, история любого народа – это история войн И сейчас ведётся около 20-30 войн вокруг нас Может, мы это не замечаем, но это правда Но если уж говорить, да, мы же тоже не скрываем, что около нас и в Сирии, и на Донбассе происходит война Самая настоящая, люди гибнут и прочее А в то время это было раз в 5 лет кто-то нападал По разным причинам И сок ручей, да, которую питались мои бараны и лошади, да, и земля стала нерабочей Пойдём к соседу, да, ураган или какое-то плохое, значит, какая-то плохая стихия тоже там что-то испортила у нас, да, чтобы не умереть Идём к соседу, очень холодно у нас, да, поэтому ничего не выросло, идём к соседу Ну или нас стало больше, рожает больше, идём к соседу и прочее, прочее, прочее Соседи отбиваются от таких, да, если они храбрые, умные, героические, они могут отбиваться сколько угодно Но рано или поздно против любого народа появляется более сильное племя Или народ какой-то, да, который или уничтожает этих людей, там, или делает их рабами Или, например, мужчина уничтожает, делает рабами, а женщина ассимилирует под себя, там, да, и так далее, и тому подобное Поэтому войны всегда Так почему же на Востоке меньше таких, в Европейской равнине, да, на Востоке и Восточной Европейской равнине Меньше таких катаклизмов, а на Юге больше Потому что, Саша, восточные и центральные районы этого региона, они лесные, ну, тайга Поэтому, когда враг тебе приходит, и ты видишь, что он сильный, ты просто уходишь как бы в партизаны, в лес Никакой нормальный, ну, думающий враг не полезет в чужой лес Или в чужую, в чужие горы Как-то мы, собственно, ведь эти наши горы, они помогут нам, да Может быть, поэтому на Кавказе столько много аборигенных маленьких народов, ну, не очень больших, да Потому что они действительно загнаны были в горы, да, а в горах невозможно Это только в сказках, да, поляки поверили Ивану Сустанину и пошли с ними прогуляться по болотам Да, что с ними произошло, понимаете? Да, даже во время Великой Отечественной войны немцы не совались в деревню Они руководили там, пытались планировать по железной дороге крупные сёла или крупные какие-то города А в маленьких сёлах, ну, в лучшем случае партизаны А так вообще не совались В Брянской области, Дядьковский район, он был полностью партизанский Партизанский район есть такой, да То есть были районы, куда и понятно почему Поэтому, извините, когда приходит враг, а ты живёшь на опушке леса, и ты прячешься в лесу, да У тебя больше шансов выжить, потому что долго здесь не протянет Ты ночью к нему будешь приходить, травить колодцы, воровать его лошадей, резать оккупантов Рано и поздно не уходит, а в степи не спрячешься В степи всё, или ты принимаешь сражения и выигрываешь, остаёшься, или нет Поэтому население там часто менялось, да Самые древние, наверное, такие племена, это были кимерийцы, которых заменили скифы Ну как заменили, мы уже сказали, про скифов мы знаем Саша, а кто они вообще были по национальности скифы? По языковой группе Это иранская группа языков, а и ближайший к ним народ, Саша, это осетины По-скифски река-вода означает Дон Ну а в Осетии тоже есть радоновые разные названия Так вот, Донецк, Днепр, Дон, Днестр, это все скифские названия, которые у нас остались, да Ну нету гласных в середине, но это так часто бывает, извините, у сербов, да Они очень жалеют гласные, да, поэтому у них всё согласные Так или иначе, скифов заменили потом сарматы А сарматов, одно из племен сарматов называлось савраматы Или это другая нация, историки борются с этим И одно из племён савраматов назывались анты И они являются, по одной из версий, предками восточных славян О восточных славянах мы поговорим сразу после небольшого перерыва В эфире программа «Виват. История» в студии авторы ведущей программы Сергей Виватенко и Александра Ромашова также здесь присутствуют Мы говорим сегодня о восточноевропейской равнине, её обитателях И мы только вот перешли до перерыва к славянам и к их предкам антам Ну во всяком случае по одной из теорий Теория Гумилёва или чья теория? Нет, нет, но это такая общепризнанная теория, что анты – это славяне У Гумилёва Льва Николаевича теория своя, ну её, скажем так, поддерживают археологические находки Что славяне пришли на эту территорию с территории нынешней Польши Т.е. первое славянское племя считается волыняне Волыняне – это как раз запад Украины, это Луцк, да, Волынская область Вот волыняне – самые древние восточные славяне, которые пришли сюда Ещё раз, где-то 20%, 15-20% историков, они склоняются к Гумилёву, а остальные склоняются к Антам Славяне – не аборигенное население Саша, кто такие аборигены? Ну, которые здесь испокон веков? Изначально, да А слово аборигены, дорогие друзья, произошло, потому что когда латиняне пришли на Тибр и основали город Рим, там племя, которое жило до них, называлось аборигены Поэтому оно так перешло, да? Интересно Ну, аборигены Австралии, понятно, тоже произошло от этого Итак, славяне сюда пришли, откуда? Ну, через Закавказье, через Иран, через Среднюю Азию, откуда? Непонятно Откуда? Непонятно, потому что нету ни археологических находок, нету никаких ни филологических, ни других Это второй век нашей эры То есть, мы сюда пришли уже после, скажем, появления христианства во время великого переселения народов Итак, продолжаем Второй век нашей эры Славяне вообще делились на три группы, но они сейчас на неё делятся Это восточные, южные и западные А мы говорим с вами о восточных славянах И мы говорим, что восточные славяне появляются здесь именно в это время Восточные славяне – это три народа Это русские, украинцы, белорусы Ну, скажем так, их очаг как раз в этой территории Восточной Европейской равнины Сколько было племён, народов тогда ещё не было, да? Сколько было племён славянских на то время, историки считают где-то 13-14 Потому что некоторые племена по некоторым источникам назывались так, а по некоторым по-другому Поэтому всё это достаточно спорно, да? Там волыняне, например, назывались бужане Историки не могут доказать, в чём разница между бужанами и волынянами Есть только доказательство одно, Саша И вот смотри, какие названия было племён Я все перечислять не буду, но я думаю, понятно, да? Поляне, древляне, ильминские славяне Ну, те же самые бужане, те же самые волыняне Саша, отчего такие гордые слова? Названия? По местоприживания? Конечно, Саша, и больше ничего, да? Ильминское озеро А кривичи псковские? Кривичи, да? Они были кривые, нет, дорогие друзья А белорусы получили, ну, кривичи, да, это, скажем, в основном белорусы А я думала, это псковская Нет, ну, это псковская, они же приграничные Ну да Да, они приграничные Кстати, латыши кривений называют русских Да, и алтокриний, по-моему, как-то так, белорусов То есть, да, у них даже сейчас осталось Афина нас называют Венеды Вена, Россия, тоже от вроде какого-то племени, которую они так называли Итак, кривичи получили своё название, потому что они селились на крутом повороте западной длины Ну, луга так называемая, да, тут великие луки, калуга, луга, да, вот Скажем так, вот этот поворот, да, кривая речка, видимо, текла не по прямой Да, поэтому вот те люди, которые жили на этой кривой речке, получили название кривичи Ничего у белорусов нету, да, кривого и так далее Они достаточно симпатичные Итак, ещё раз, племена получили своё название по территории проживания Поляне жили в степи, в поле, древляне жили, Саша Ну, в лесах Конечно, да, древляне жили в лесах Вот поэтому такие названия Вообще, Саша, о названии славяне Как вы думаете, почему мы называемся славяне, что это значит? Ну, я помню, что уже эту теорию я слышала из твоих уст Прекрасно Это не от слова слава, это от слова слова как раз Правильно То есть люди, которые имели что-то общее в языке Да, абсолютно верно, говорили на одном языке, да, то есть слово объединяло, да Славяне жили вокруг, скажем так, крепости Племена жили вокруг крепости, которая называлась городище Да, какое ещё слово, Саша, произошло в русском языке от этого корня? От городище? Ну, кроме слова, ну, город, понятно, что городище А ещё? Не знаю Огород, Саша Огород? Конечно То есть городище, огород – это что-то огороженное Но крепость, она огорожена чистоколом, валом, я не знаю, каменной стеной, кирпичностью, чем угодно Главное, что вокруг тебя забор Жили они в населённых пунктах, которые назывались селища Ну, от этого слова село, да А в случае войны, в случае войны они все переходили в этот самый город для совместной обороны Ещё раз, племя занимается совместной сельхозработой и совместной обороне Саша, а как Кремль, как Кремль называется в Новгороде, не знаете? Как? Детинец Понимаете теперь почему? Потому что детинец – это место, где прячут самое ценное, что есть в любом народе – детей Всегда центральный город находится на реке Саша, почему? Ну, прежде всего, наверное, потому что вода, потом... И что вода? А что вода-то? Ну, питьевая вода А, понятно И рыба, опять же И потом средства сообщения между разными местами Хорошо, да, Саша Водная артерия И, наверное, какая-то оборонная функция И в оборонную функцию тоже Саша, согласимся, что воды у нас избыток Ну да, болотца Я думаю, где-то там в Средней Азии на нас смотрят или в Сахаре Ну, на реке ландшафт красивее всегда Определённо, определённо, Саша С чем на болоте Да-да-да, это романтический взгляд такой Понятно Да, действительно, действительно Почему на реке? Во-первых, еда Согласимся, что рыбы было в России много Очень много Но потом как-то её достало всё меньше и меньше с годами Выловили Наверное Наверное Дальше вода как таковая Третье, конечно, это средства связи Потому что дорог не было И поэтому, скажем так, общались через реки Чем занимались славяне? Земледелием Земледелием Охотой и рыболовством Собирательством Да Ещё раз Ничем славяне не отличаются от других народов Рядом финно-угры занимались теми же Да, согласимся Наверное, если ты живёшь в Сахаре То, наверное, ваш народ В первую очередь Отлично разбирается В верблюдах Или там в пальмах финиковых В рыбной ловле, наверное, арабы-бедуины Не хочу никого обидеть Разбираются хуже, наверное Согласимся, Саша Но если вы живёте на острове в океане То никаких верблюдах там Вы, наверное, не видели Зато рыболовы вы отличные Поэтому чем севернее живёт народ Тем меньше у него идей с земледелиями Да Вот Зато охота и рыболовство Сколько угодно там Или какой-то там кочевой там продукт И чем ближе к югу Там всё это меняется А так, в принципе, везде всё одинаково Да, действительно Вы знаете, Саша Была такая нормандская теория Никогда не слышали? Название знакомое Ну, в общем, нормандская теория Это и антинормандская теория Сразу появилась Это русско-немецкие учёные То есть немцы на русской службе Там Миллеры, Мессершмитты, Юнкерсы И другие Они разработали теорию Разработали теорию Что русские сами не могли сделать свою государственность Что вот Рюрик пришёл, да Европа им навязала И культура, и так далее, и тому подобное Против них выступал Ломоносов Который говорил, клеймил всё это Правда, где-то на середине, на самом деле Так вот, главная, что ли, козырная карта У нормандистов был о том, что русские не занимались земледелием Немцы или там кто-то другие Приехали из Европы И научили этих неразумных Хазар хотел сказать славян, да Заниматься земледелием И вот для них это вот была такая вот Главная карта, которую они всё время размахивали И только в конце Мы же для них были варвары Славяне, в смысле Ну, примерно, да В конце XIX века наши археологи доказали Что земледелие у нас существовало И вот эта вот главная их битая карта Оказалась, скажем так, и похоронила нормандскую теорию Ну, действительно, скотоводством занимались С собирательством тоже Бортничество было, Саша Что такое бортничество? Бортничество – это пчеловодство Но только не в ульях, да, дом Дом у семьи пчёл А в борти, то есть внутри дерева В дупле Как видите, ничего хорошего, ничего плохого Ничего нового тут не придумали Ну, наверное, надо сказать, да О том, во что верили славяне Славяне, и как и другие народы Этой равнины, они были язычники То есть многоборжцы Язычники у нас так называются Ну, от слова этнос От греческого слова Этнос – народ, да, языцы Вот так вот прошло-прошло И теперь у нас называются язычники Это с одной стороны С другой стороны, мы говорим Что язычники – это все народы Которые не являются народами книги Ну, то есть Ветхого и Нового Завета То есть христиане, мусульмане и иудеи Вот так вот, как это прошло Сейчас считаются язычники – это многоборжцы Русский народ в основном он христианский, да А православная, да, у нас монорелигия, да А христианство, а многоборжество – это как в древнем Риме, в Египте Или ещё где-то, да, много разных богов Которые отвечали за… Ну, где каждое непонятное природное явление обожествлялось Абсолютно верно Вы просто процесировали Энгельса Произведение «Часто собственности» о браке, да И так далее Да, действительно, это так, дорогие друзья Так или иначе, у нас было очень много разных богов Каких, Саша, вы знаете? Не лично вообще, а… Ну, Перун, конечно же Перун, и чем согласны? Ну, громовержец, типа Один или Тора в скандинавской, да, мифологии Ну, да, бог грозы, бог войны Саша, а какого числа мы празднуем день Перуна? Насколько я помню, в августе Илья Пророк и День ВДВ Да, Илья Пророк, День ВДВ, правильно, абсолютно И в этот день, дорогие друзья, в этот день разрешалось славянам последний день купаться в окрытых водоёмах Вот почему наших товарищей иногда тянет в фонтаны в этот день Осталась такая память, никак не связана с ВДВ, с уважаемыми мною товарищами Да, действительно, Перун, в каждом районе он был свой, да, Перун – это киевский бог в первую очередь Здесь вот, скажем так, на северо-западе главный был Велес Велес – это бог скота и бог торговли Почему бог торговли? Тоже понятно Потому что через Новгород шла, изваля в греки, здесь была торговля с Европой Через Неву, через Лазарское озеро мы торговали Поэтому для новгородцев они стали великими не как воины, да, там, бангалоры – воины, помните, как в пятом элементе? Нет, они занимаются торговлей Да, здесь занимались торговлей, поэтому Велес – главный бог А Ярила – бог главный у белорусов нынешних, да, у кривичей Почему? Ну, потому что они занимались сельским хозяйством Для них главное, чтобы солнышко светило, да, вот, и чтобы что у них там, они сажали, это рождалось Поэтому, ещё раз, был общий сон богов, но у каждого был свой улюбленный Ну, я думаю, что об этом мы ещё с вами поговорим в будущем обязательно И много других разных богов, да? Ну, ещё, как я помню, леший, водяной, домовой Ранжиры были разные, да, но главное – это дач-бог, да, то есть, ну, такой русский зевс, что ли, да, а Макошь – единственная женщина, да, она, с одной стороны, мокрая, да, а с другой стороны, ну, то есть, за воду тоже отвечает, да, кто-то должен был отвечать А во-вторых, она, конечно, рождает, да, там, Семаргал такой, да, это персидский иранский бог с головой собаки, да, бог сварок и многие другие То есть, наши были боги личные, взятки у соседей и так далее и тому подобное Да, за что отвечали Ещё раз, какой бог наш или соседский, если он поможет, ну, будем за него, как бы, да, будем его бороться Не помешает помолиться Абсолютно верно То есть, богов было много разных Ну, были ли войны между племенами? Конечно, были Да, молодёжь любила, скажем так, походы различные, да, и на соседей, и на другие народы и прочее А вот поэтому было рабство, рабство было только одно Рабство было только военное В основном славяне были равные, как и другие представители других племён и народов, да Ну вот, а рабы только были представители других народов Ну вот, наверное, первое, что надо было знать про это время Ну, конечно, как всегда, твой рассказ составляет больше вопросов, чем ответов Это правильно, это хорошо Это очень интересно Посоветуешь читать Гумилёва на эту тему? Гумилёва, да, почитайте Гумилёва Слушайте, у нас много разных историков хороших и плохих и разных и так далее Кто писал, я там Фраянова почитайте, Рыбакова, ну, чтоб разговор не было там, что мы там всё время в одном направлении, да, Рыбаково язычество Что хотите, то и читайте На самом деле этого много Я буду очень рад, если я спровоцирую вас на то, чтобы вы куда-то залезли, что-то прочитали Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко ВИВАТ ИСТОРИЯ Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Кулакова